Сегодня мы с вами поговорим о кушонах или кушинах, как вам нравится, так и называйте. И, наверное, я только ленивый не делал видео о кушинах, потому что это очень такой раскрученный продукт, очень нашумевший продукт. И сегодня я хочу вам поделиться своим впечатлением от этого хайпа, от этой раскрученности. Стоит ли кушин того, чтобы его покупать? Кому этот продукт подойдет? На ком будет лучше всего смотреться? И также у меня сегодня в демонстрации, то есть я вам буду показывать нанесение на лицо до и после двух кушинов. Это бюджетная марка, больше всего запрашивали именно эти два кушина, первый от L'Oreal, а второй от Maybelline. И давайте, наверное, далеко в лес не ходить, я вам сразу скажу, что считаю, что кушин это своеобразная уловка маркетологов. Потому что, действительно, если разобраться, то продукта вы получаете намного меньше, в два раза меньше, чем в обычной тональной основе. Но вот из-за того, что это настолько раскрученный продукт, вам кажется, что вам обязательно нужно это купить и попробовать, потому что это что-то совершенно необычное. Я слышала также мнение, что такая цена формируется не только от того, что там есть продукт, но производство вот такой вот упаковки стоит дороже, чем производство обычной бутылочки или обычного тюбика, в которых принято выпускать тональную основу. Но я здесь провела свое небольшое расследование, решила найти самый дешевый кушин, который я только смогу найти. Я заглянула на Алиэкспресс и нашла там кушин с продуктом в середине, в розничной продаже, даже не в оптовой, за 2 доллара с какими-то там копейками, за 2.38, если я не ошибаюсь. То есть, грубо говоря, полноценный, готовый к использованию продукт, это не просто упаковка, а именно прям кушин с тональной основой в середине, можно купить за 2 доллара. Соответственно, я делаю вывод, что сама эта упаковка особо много денег не может стоить. Даже если она 2 доллара стоит, а содержимое 38 стоит, то все равно это не оправдывает стоимость самого кушина. Но я уверена, что такие огромнейшие оптовики, как Лориаль, смогут закупать саму упаковку гораздо дешевле, чем я просто зашла в интернет и нашла самый дешевый вариант, который только доступен. Причем, что упаковка особо, в принципе, ничем не выделяется. То есть, это обычный пластик, причем пластик это как и в дорогих кушинах, так и в более дешевых. Производится это все в Корее, абсолютно все кушины делаются в Корее. Я думаю, на одном заводе вполне может быть, что они производятся. Но, тем не менее, мы получаем достаточно стандартную, ничем не примечательную упаковку. Здесь есть зеркало, также мы здесь получаем спонж и своего рода здесь такой вот ограничитель, который просто не дает тональной основе засохнуть в середине. Таким образом, она немножко дольше для вас служит. Вообще, мне кажется, что кушин задумывался в первую очередь для удобства. То есть, это такая тональная основа на бегу. То есть, когда вы бежите на работу или бежите куда-то на учебу, и вам нужно побыстричку вот так вот сделать макияж, нанести тональную основу. Вот это кинул в сумочку, и как бы у вас есть все, что вам нужно. То есть, само средство, зеркало, компактная упаковка и спонж, которым это все можно нанести. Задумка очень классная, но мне кажется, что чего здесь не хватает, так это дополнительной вставки вот с этой тональной основой. Если бы все производители поставляли рефил бесплатно в комплекте, как это делает, к примеру, Dior, тогда бы я еще поняла, за что полноценная стоимость. Но так как рефил мы не получаем, то я не понимаю, почему вот этот кушен должен стоить такие же деньги, как и полноценная тональная основа, в которой 30 мл. Это, скажем так, мое общее впечатление. Давайте теперь разберемся с каждым из них по отдельности. По своим характеристикам, если брать их в целом, то они очень похожи своими свойствами и тем, как они выглядят на лице. Но все же в них есть отличия. L'Oreal намного более сияющий. У меня оттенок N2, и когда вы будете смотреть нанесение, то увидите, что этот оттенок, я бы сказала, идеально мне подходит. Он очень хорошо растушевывается на лице и сливается с телом, с руками, вот с общим оттенком моей кожи. Но это настолько сияющий продукт, что я могу его рекомендовать только в возрастном макияже. Вот в возрастном макияже его вот это вот гипер просто сияние действительно очень сильно освежает. И когда мы делаем макияж уже на такой вот немножко уставшей, увядшей коже, то это действительно очень классно выглядит. Что касается более молодой кожи, особенно если у вас комбинированная или уж не дай бог жирная кожа, вам к этому кушану даже близко подходить не нужно. У меня кожа нормальная, и зимой даже она была склонная к сухости, но жирный блеск у меня появлялся ну буквально через час. Причем это нельзя было уже назвать сиянием. Достаточно сияющий она выглядит уже сразу после нанесения, а через час-два это уже конкретные такие как жирные блики на лице. Это уже не выглядит красиво, это не выглядит так, как будто у вас здоровая отдохнувшая кожа, это выглядит так, как будто вам пора уже использовать матирующую салфетку и потом конкретно еще припудрить лицо. Что касается Maybelline, то здесь финиш, опять-таки, достаточно сильно сияющий, но не такой сильный, как у L'Oreal. И L'Oreal, может быть, это и подразумевает, потому что здесь линейка это Lumi, но Lumi-мажик, в принципе, я бы не сказала, что прям настолько сильно сияющий. То есть в разумительная степень сияния. Что же касается Maybelline, он не матовый, опять-таки, покрытие у него немножко больше, потому что у L'Oreal это от легкого до, не дотягивая до среднего покрытия, скажем так. У Maybelline это такое достаточно классическое среднее покрытие, то есть достаточно потом слегка просто пройтись консилером по каким-то самым большим и выделяющимся недостаткам. А так, в принципе, основной тон он отлично выравнивает и какие-то мелкие недостатки также он скрывает. В Maybelline я взяла 20-й оттенок, я не угадала с тоном, то есть если двойка в L'Oreal это как раз именно мой тон, то двойка в Maybelline достаточно темный. И вы увидите в нанесении, когда я наношу, мне нужно конкретно так растушевывать это все дело на лице, потом растушевывать тоже на шею. Сейчас, кстати, Maybelline у меня на лице, я его слегка припудрила для того, чтобы убрать вот это тоже сияние такое слишком сильное. Потому что, опять-таки, возможно не через час или два, но через часа четыре тоже проступает вот такой уже неприятный блеск, который я изначально пытаюсь максимально убрать. То есть я изначально прохожусь очень легкой вуалью пудры по лицу, тогда, в принципе, я могу проходить целый день и не особо заморачиваться насчет того, что он выглядит плохо. В заключение могу сказать, что Cushion это однозначно очень интересный продукт из-за своей компактности. И для тех, кому нужно действительно постоянно на бегу что-то делать, или может быть вы часто путешествуете, это очень неплохой вариант. Однозначно это совершенно не подходит для тех, кто использует тональную основу от случая к случаю. То есть если вы оставите вот эту штуку лежать, даже если вы все плотненько и красивенько закрываете, все равно он у вас высохнет намного быстрее, чем обычная тональная основа, которая в бутылочке либо в тюбике. Поэтому, если вы это покупаете, будьте готовы к тому, чтобы вот только этим и пользоваться. Тогда вы сможете это средство добить до конца, и оно у вас не высохнет, и вам не нужно будет бежать потом и покупать его заново. Cushion я могу в первую очередь посоветовать для возрастного макияжа. Если у вас кожа выглядит увядшей, и в целом вам хочется немножко более такой вот освежающий макияж, обратите свое внимание на Cushion, потому что он вам может понравиться. Особенно если вам не нужно что-то сильно перекрывать, там я имею ввиду какие-то прыщики или пигментные пятна, то вам будет достаточно очень легкого слоя, но с легкого слоя вы получите вот эту свежесть и вот это сияние здоровое молодой кожи. Поэтому обратите внимание, возможно вам это подойдет. Если у вас жирная кожа, если у вас даже комбинированная склонная к жирности, я бы вам категорически не советовала связываться с Cushion. Лучше отдавайте предпочтение каким-то матирующим тональным основам и желательно в классической упаковке, потому что я еще ни от кого не слышала, чтобы кто-то выпустил именно такой хороший матирующий стойкий Cushion. Если я ошибаюсь, обязательно напишите мне в комментариях, что это за Cushion, я возможно тогда его протестирую. А на этом в принципе видео я буду заканчивать. Обязательно напишите мне в комментариях, любите ли вы Cushion или не очень, покупали ли вы или нет. Если покупали какие и какие у вас впечатления от него. Остальным тоже, я уверена, будет очень интересно почитать, особенно тем, кто ни разу их не покупал. Если мы создадим вот такой вот классный кладезь информации в комментариях, это будет очень полезно. Поэтому обязательно оставляйте комментарии, свое мнение. Подписывайтесь на мой канал. Если вы уже подписаны, обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться. Таким образом вы никогда не пропустите мои новые видео, и YouTube всегда вас будет оповещать, как только оно выйдет. Обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА